Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. Опять я вышел с очередного фильма. На этот раз это была комедия под названием «Сёстры». Бенефис двух актрис, заговорил в рифму, Эми Полер и Тина Фейн. Ну, в первую очередь, мы большие поклонники Эми Полер, благодаря... или Поулер, как правильнее произносить. Благодаря сериалу «Парки и зоны отдыха» все мы сезоны посмотрели, там вообще замечательный актерский состав. И, собственно, любая комедия, в которой участвует Эми Полер, нас заинтересовывает. А тут и Тина Фейн еще такая интересная комедийная актриса. Сходили мы на эту комедию. Я не скажу, что прям я в каком-то сильном восторге, но на безрыбье и рак, как говорится, щука. Фильм вообще 18+. То есть, такая там... юмор генитальный, но я бы еще раз тоже не сказал бы, что прям так все плохо, как обычно в комедиях бывает. То есть, ну, взрослый юмор. С другой стороны, сам сюжет не очень. Все-таки там больше в этом фильме сестры построено на таких сольных импровизациях. То Тины Фейн, то Эми Полер. А сам сюжет заключается в том, что две сестры, которым за 40 пытаются вернуть, типа, вернуться во времена своих разгульных вечеринок времен старших классов. И при этом они зовут, собственно, всех своих там одноклассников, которые тоже выросли, стали сорокалетними дядьками. Я не думаю, что эта комедия понравится молодежи, это точно нет. Я не думаю, что и нашему поколению, которому больше за 30 это было... Ну, мне это не очень близко, честно говоря, вот такое. Возможно, с 40-летним нынешним им более близка такая тема, но сам формат фильма, он довольно предсказуем. Была единственная шутка в течение всего фильма, на которой зал лег. Мне кажется, это маловато для комедии. Но, с другой стороны, в течение всего сеанса улыбки периодически возникали. Мне не особо жалко времени, которое мы потратили, сходив на эту комедию, но можно бы... Думаю, ее лучше дома посмотреть. Необязательно на нее ходить в кинотеатр. Так что, сестры, неплохой фильм, но лучше дождитесь выхода его на цифровых носителях и посмотрите дома. На этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Смотрите «Мунное кино». Редактор субтитров А.Семкин